Вот что я заказала себе на Валбересе. Здесь вот такая вот горловина на резиночке, тут бантик завязывается. Ну вообще бантик он такой вот, ну просто ленточки они пришиты, я так понимаю это просто вот так для красоты. Просто завязывается бантик. Ну конечно все разгладить надо и красиво завязать. Здесь тоже разгладить, но я так понимаю вот эта сборочка все равно что как бы должна быть. Это типа такой некий какой-то сарафан. Не знаю, мне он как-то пореглянулся, но мне не нравится длина. Мне так надо покороче. Вот сейчас встану покажу вам. Вот такая вот, мне не нравится как сзади собирается. Здесь куда у меня не будет живота такого. Будет все красиво смотреться. Сейчас вот только так. Хочу завтра отдать шпии и укоротить. Вот как-то так вот, чтобы покороче это все дело было. В общем, чтобы это как-то все посимпатичнее смотрелось, потому что длина меня визуально укорачивает. Я еще ниже становлюсь своего роста. В общем, вот такой сарафанчик. Платишко я себе прикупила на ВВ. Это 46 размер. Можно, кстати, летом его носить. Вообще, я, конечно, заказала на выписку, что ли, как бы думаю. Мне нравится, что все свободно. Потому что я не люблю, когда вот так вот все в липку, в обтяжку. Мне кажется, все маленькое сразу, а так вот свободненькое. Кстати, для живота. Живот, считаю, у меня будет все равно после родов. Очередные покупки для малыша, для нашего сыночка. В общем, я как такая мама запасливая, если можно так сказать. У нас сынок летом родится, а я беру вещи на зиму, так сказать. В общем, смотрите, вот такие пинеточки нашла, мне понравились они. Диши, или как они называются, не знаю. В общем, они как бы просто из одной нитки, я так поняла, связаны. Шерсть там присутствует, по-моему. Вот, хорошенькие к этому комбезику. Вот, мне они понравились. На завязочках. Вот, сам комбезик. Когда еще ликуся, у меня была в животике, я мечтала о таком комбезике. Ну, думаю, зачем мне заказывать, если у нас есть сиреневый комбинезончик. Пустая трата денег, в общем, не думаю. Для сыночка я все равно закажу. Раз мечтала о таком подобном. Пуговки такие классные, деревянные, мне нравятся вообще. Мне понравились, кстати, вот косы. Вот, такая красота, милота. И шапочка. Как бы на зиму. Там синдепончик. Тут такой вот мешутка. Ну, знаете, что-то я как-то думаю, что до зимы у нас... Хотя, может, осень будет холодная. И, как бы, может, даже осенью мы уже оденем эту шапочку. И, надеюсь, голова у нас не вырастет. Слушай, ну, что она прям очень маленькая. Показалось, что вот как вот только для новорожденного. Не знаю. Тут, кстати, смотрите, тоже некая косичка такая. Вот. Но шапочка немножечко отличается цветом. Ну, это не страшно, не критично. А пинетки вот как-то в тон совпали. Ну, как-то так. Еще, кстати, приобрела вот такую вот пустышку. Сусочку. Я решила в этот раз вообще недорогие брать. Вот. Взяла дешевую. Такими глазками мне понравилась. Ну, и такая зелененькая, нейтральная. Мне показалось, что пустышка, в принципе, нормальная. Такая недорогая. Будет, не будет ребенок брать, потому что Алина и Анжелика не брали. А вот Тёма, тот, да, тот с соской ходил с пустышкой. И зачем, думаю, платить такие бешеные деньги? Тысячу рублей. Там, блин, 700-800. Ну, в общем, за 145 взяла. В детском мире, кстати, в Тюмени были, гуляли по детскому миру. И там ценники, конечно, вообще очень все дорого, мне показалось. Достала пустышечку, распечатала такие эти глазики. Вот. Стерилизовать ее надо и в роддом возьму ее с собой. Вдруг пригодится. Ну, не знаю. Такая мягенькая. Обычно простая пустышка. Это будет наша первая сосочка. Первая пустышка. Всем привет! Я перед вами в таком виде. Это мой эксперимент. В общем, решила сделать типа кудри. На заднем фоне у меня куча белья. Сейчас я, в общем, хочу заснять это на камеру, как у меня кудри вообще появляются. Получится. Я посмотрела на просторах интернета. Это вообще колготки. Посмотрела. Ну, вот как вот так вот заеваются. Вообще, по идее, продают специальную такую штучку. Даже на Валбересе видео. Ну, вот. Ну, не стала пока ничего такого заказывать. Я думаю, я вам Америку не открыла. И вы этот способ видели уже все. Вот таких пудряшек. Смотрите. Такая волна получается. Но, знаете, вот это вот все у меня распадется. Это я знаю сто процентов. Потому что я волосы никак вчера не смачивала. Никакими средствами тоже не делала. Ну, в общем, вот. Видите, как получается. Почему расплести. А потом бельем буду заниматься. Видите. Гра белья. Это опять же бардак. Который я не люблю. Вот такие делишечки. Так. И у меня тут что-то все напутано. Знаете, учитывая то, что я волосы не смачивала, это ничего так. Ничего так. Вот. Никакие средства не носила. Идем. Да, Ленины, кстати, колготки. А мой следующий кадр. Вот такие пудрые получились. Ой. Ну. Вроде неплохо. Тут мне нужен объем обязательный. В общем, как-то так. Вот. Мне тоже нравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Другой день я заправляю кровать, девчонки проснулись, я сейчас одеваю Анжелеку, они пойдут умываться, а я дальше буду заправлять кровать. ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...